ребят всем привет думал что в этом году льда уже не будет но средина февраля и вот он первый лед наконец-то у нас взял зимний спиннинг взял в несколько жерлиц и вот я уже на рыбалочке главное не провалиться сейчас попробую выйти на этот лед но думаю у нас все получится поехали тут недостаток в том что норы андатры вот здесь вот выходе поэтому поэтому провалиться можно прямо сразу так на что лунки сделаны объективность ради как это жилом армашкуте ждем чуть подальше надену шнур спешни на руку чтобы пешня не ушла и вот что я вам покажу сейчас вот такой вот лед ну что ж ребятки сегодня взял свой новый спиннинг это лаки джон ситэч простая безнационная китайская легкая катушка леска 025 поводок 035 это заводской флюр я на него ставил мелкие карабины под ультралайт но думаю сейчас на зиму тоже пойдет а по приманкам вот хочу поставить джиггин рапа пятерка в цвете клоун сделал ему подвесочку ну и сразу же тройничок поменял на овнеровский овнер мне нравится больше чем те крючки которые стоят здесь по умолчанию вот у нас нас уже и готова остается немножко отрегулировать фрикционный тормоз просто не верится что я это делаю все этого вполне достаточно я думаю для того чтобы просечь и фрикцион работает ну и еще один момент это конечно же не забываем багор немножко тут запутался но багор должен быть любом случае и так опускаем нашу приманочку на самое дно есть касание немножко приподнимаем и поехали наконец-то наконец-то впервые в этом году да интересно отрабатывает вершинка удилища это флот так вершинка у нас плоская и работает как кивок сегодня не брал свой старый спиннинг вообще хотелось но просто этот разборной а тот цельный и если в рюкзаке вести то его приходится но приходится делать так что он торчит из рюкзака а вот этот вот спиннинг отлично заходит полностью в рюкзак так ну что попробуем приподнять немножко перволюди давай 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 что-то хочется поймать но я думаю сегодня буду рыбачить за всю зиму сегодня все здесь разбурю понабиваю лунок главное не провалиться конечно но пока что вот так вот тишина здесь ну что ж как завещал один молодой человек на этом самом месте сначала надо покушать хотя бы попить чайку а потом уже можно и рыбачить удача будет на нашей стране что могу сказать несмотря на то что сейчас перволюди на практике но глухозиме самое настоящее середина февраля сейчас зато попью горяченького чайку и думаю жизнь потихонечку наладится главное чтобы были поклевки кстати купил вот такой вот хороший термос уже несколько раз нам был и на рыбалке и в морозилку его на сутки засовывал просто смотрел насколько хорошо он держит температуру но в общем ссылку оставлю в описании классная штука мне понравилось набил еще вон от параллельно три полосы пустил там где обычно щучка стоит ну и плотва плотва вот но плотва больше на поплавочку здесь придет есть у меня и поплавочки буду проводить пятеркой балансиром поменяю сейчас джиггинрапа клоуна на джиггинрапа такого под плотвичку моего любимого в прошлом сезоне просто клоун этот он новый тот балансир уже проверим многократно ну и будем будем дальше рыбачить потихонечку надеюсь на пятерку можно поймать хотя бы какого-то окушка небольшого на подвесочку которого можно поставить в качестве живца на в общем поехали дальше короче ловлю пытаюсь ярослава окуня на живца что есть взяла полностью балансир это ты на балансир напала до джиггинрап клоун это надел много луна вот сами видите начал начал буквально ну вот только начал сразу же поклевочка и вот такая вот щучка сегодня метель сегодня мы очень сашкой замерзли но зато не зря выехали вообще не зря выехали уже это как-то вознаградилось поэтому я тебе говорю хватит ловить а я сижу короче этот рассказываю ребятам рассказывай что ловлю тебе этого окуня уже два два штуки поймал на железо стоят ну на шерца ловлю и слышу ты меня орешь как это саня саня были это обидно короче надо я понял брать сейчас тоже этот спиннинг с этим с балансирами тоже рыбачить так что давай давай рыбка есть несмотря на класс о хорошо вообще она так сейчас подожди на бочком от а зачем ты понял я на твой фотографировал ну да нет бери спиннинг и погнали потому что надоел сидит на мормышку рыбачит она мормышку два окуня поймала я на волонтирую все я понял и ханаски что-то рыбку сегодня вечером покажу я окунь какие у меня телефоне так давай сейчас эти лунки обловим и сделаем перерывы ясно я понял хорошо что ж ребятки саша поймал живца вот такой вот небольшой окунек поставил его на тройник поводок флюр где-то полметра и сейчас будем устанавливать жерличку забрасываю тут я застопорил опускаю груз на дно аккуратненько и обычно поднимают на длину поводка плюс еще буквально пару оборотов но я последнее время поднимаю чуть повыше поводок у меня получается оборотов 5 а я поднимаю где-то на 8 и так вот она . и 1 2 3 4 5 6 7 8 и стопорим катушечку теперь по-любому вон санька рыбачит он уже на хищника пошел рыбачить так что живца мне не видать но конечно в чем плюс балансира в том что облавливаешь большой акваторию очень быстро жерлица если ты ее поставил надо конечно ими играть как в шахматы переставлять но в целом динамика ловли просто хуже если щука пассивная думаю вот в такую погоду она как раз и пассивная потому что метель и давление низкая и щучка у нас не движется надо двигаться самого чтобы ее найти но он саня саня двигается сейчас я тоже возьму свой спиннинг тут у нас все готово для съемок поклевок и мой спиннинг куча снастей уже побросали просто так вот он вот он мой спиннинжок сейчас пойдем ловить вот они еще одного окуня поймал сейчас будем еще жерлицу собирать сашка молодец сашка зверь а вон тоже мужички старожак я понимаю вышли плотву скорее всего ловить ну а у меня уже три жерлицы щучка сейчас будет еще одна жерлица а вот поменял место вот такого вот окушка поймал красавчика вот такой вот окушка Ну не то чтобы большой, но приятный. Опа, есть хороший, вообще хороший. Вот это красота, сейчас пойду за Сашком. Все же не зря я решил сменить место, думал что окуня особо не будет. А вон оно круто. В принципе можно пойти позвать Сашу, щуку, я. Щуку мы сегодня поймали. Вот еще есть. Закосил, но неплохо. Вот еще один окушок, в общем сейчас иду забираю Сашу. Потому что, хочу чтобы он приловчился к ловле на балансире. Во, супер. Положи булочку. Вот за что я люблю с тобой на рыбалку ездить и вообще. Куда угодно. За то что с тобой не скучно. Хорячий. Что ж ребят, решили с Сашей сделать обеденный перерыв. Сейчас немножко покушаем булочки с чаем. И пойдем ловить дальше. Не знаю, может быть вообще кардинально сменим место и пойдем туда где есть. Охуй. Давай по новой. Что ж ребят, решили с Сашей сделать обеденный перерыв. Ты можешь не спияться? Встань по-человечески. Это по-человечески? Давай я готов. Что ж ребят, решили с Сашей сделать обеденный перерыв. Сейчас немножко покушаем чай с булочками. И пойдем на новые места. Я вообще хотел бы кардинально изменить место. Пойти на большую воду, где есть большие глубины, большая щука, большой окунь. Но может быть останемся в заливе. Будем дальше разбудиться. Посмотрим сейчас по настроению. В общем, поехали. Ярослав. Что? Мне кажется, что сильно красиво говоришь. Так, ну привел Сашу на свою самую лучшую лунку. Сейчас посмотрим, он что-то понимает или не понимает. Я пока буду разбуриваться. Давай, Саня. Пауза, да? Что пауза? Вали. Пауза большая, да? Да. Ух, хороший. Саня, что-то хорошее. Охеренно. Ты заколебал. Нет, Саня. Саня. Шотов. Дай сюда мне этот. Сколько? Ты снял? Шестьсот где-то. Шестьсот? Шестьсот. Шестьсот. Ярослав. Спиннинг. Лаки Джона twitter меня уже нравится. После него взял вот ту дубинку. Не зашло. А фт рулит. Так же как и orientation tekling? Вот эта вот подвеска мне честно говоря не давится, поэтому я сейчас от нее избавлюсь. Я тебе сейчас могу дать подделка Рапова. Так, надо поменять камеры местами, потому что сейчас еще будет чуть-чуть. Опа, есть! Саня! Окушок, ты подойди посмотри какой! Да-да-да, вот ребятки, вот ребятки, гляньте какой окушочек. Тоже придавил, но такая красота. О, ладошку такую мощную. Красавец! Просто красавец! Супер! Ну, Сашок, это уже получше. Это уже получше, да, и не спорю. Даже стою все они сошли, да? Ну, уже тогда, уже подбираешься, подбираешься к волну. То что скоро щука будет? Давай, я только за. В общем, пока я хожу, бурю ломки, ищу щуку. Саня меня потихоньку, наверное, по массе общего улова пытается догнать. Так, сколько у нас там уже времени? 15.54. 15.54, 16.00. Ну, в принципе, еще часа полно рыбалку есть. Не хорошо заглотило, слышишь, как его теперь. Что там, два поддела? Один. Ну, один вообще проблем будет не должен. Да я же не профессионал, как ты. А, ну-ка, хоть что-то раз, покажи маме такие. Поймал карасей! Карасей! Все с тобой, ясно, караси. А кто это? Да ты что, сейчас все будет. Подожди, ты меня на аву должен сфоткать. С двумя щуками. Успей, отстань. Ты должен вместо рафировать щуками. Давай, давай. Ну что, ребятки, уже сложились полностью. Тут стоят чужие жерлицы. Загар один, загар там второй. Но их очень много. А вот там четыре наших. И один флаг стоит. Ну, не знаю, стоят тройники, поэтому... Причем, на самом деле, не лучшего качества. Но Саня уже побежал. Говорит, это же, это же мое. Это же моя щука. Ну, хоть бы. Я одни. Так. А вообще ничего не было. Возможно, этот раз додернулся. Есть что-то? Ну, может быть, маленькое. Вон, по-моему, да, маленькие следы. Вот тут, видишь? Ну, блин. Это, по-моему, додернулся просто окунь. Не, навряд ли. Он бы не сдернул, по-моему. Ладно, разбираем жерлицы. Ну что, ребят, вот такая вот сегодня была рыбалка. На самом деле, неплохо порыбачили. Жалко, что зима у нас в этом году наступила очень поздно. Ну, и поймали пару щучек. Немножко окунько. И, думаю, скоро приедем еще раз. Если будет возможность, и погода позволит. А пока что ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на Сашу. Ссылка на который будет в описании. И всем счастливо. До свидания.